Всем привет и прекрасного настроения. С вами Михаил Кудрявцев и Татьяна Дудчак, специально для канала Dance With Me. И сегодня у нас очень интересный вопрос. А какие есть 10 самых популярных вещей, которыми приходится заниматься абсолютно всем танцорам, начиная от самого начального уровня и до уровня чемпионов и А-класса. Начнем с работы стоп. Самый важный аспект в стопе – это ее умение быть выворотной. Если танцор все время танцует вот так и делает вот такой шикарный ронд, то, к сожалению, оценки судей навряд ли будут очень высокими. Поэтому первое и основное, что мы прорабатываем – это выворотность стопы. Выворотность – это способность носков стоп раскрываться в разные стороны. Вот такая позиция является выворотной. В хастле такая большая выворотность, в общем-то, не обязательно, по крайней мере, на базовых шагах. Мы можем показывать выворотность в два раза меньше. Если же, в принципе, есть тенденция к косолапой позиции, то есть несколько упражнений. Упражнение номер один – мы встаем в максимально выворотную позицию и пяточкой вперед выводим ногу и затем вытягиваем носок. Дальше все делаем то же самое в обратном направлении. То есть я сначала ввожу носок назад, ставлю пятку и дальше веду ногу по полу. То же самое можно сделать несколько раз. Аналогичное упражнение мы выполняем второй ногой. В балете это называется батман-тандю. Если при этом еще поставить красивую позицию рук, получится прям реальный балет. Для того, чтобы проще было выполнить это упражнение особенно начинающему танцору, я использую какой-нибудь реквизит. Лучше всего подходит столб, но можно, в принципе, использовать там угол стены или стул. Мы подходим ногами максимально близко к этому предмету, так чтобы вот у меня ноги были вдоль вот этой железной палочки стула. И я вывожу ногу и возвращаю прям вдоль этой палочки. Это помогает мне удерживать выворотную позицию, то же самое другой ногой. Ну, как видите, стул немножко низковат для моего роста, поэтому при наличии столба я вот так его обхватываю и то же самое делаю, как бы вот прям прижимаясь ногами к столбу вдоль вот прямого основания столба. Это очень удобно. И реально после этого упражнения гораздо легче даже базовый шаг или ронт делать с выворотной стопой. Друзья, вы должны понимать, что ваша выворотность стоп определяется не нахождением вашего зрителя в том или ином направлении, а выворотность определяется относительно ваших бедер. Поэтому бывают ситуации очень странные, когда, казалось бы, в какой-то точке вы только что были с выворотной стопой, а уже через мгновение нет. Давайте для примера приведу наш православный выход в раскрытие и формирование точки. Вот смотрите, сейчас при направлении бедер к вам моя левая стопа более чем выворотна. А теперь смотрите, я беру и скручиваю тазобедренную часть в левую сторону, и все, моя стопа уже не выворотна. Казалось бы, со стопой ничего не произошло, а выворотность то нет, а то есть. Таким образом, вы должны четко понимать, что в зависимости от вашей хореографии, периодически нужно что-то видоизменять, чтобы выворотность по-прежнему сохранялась. Мне больно так танцевать. Терпи, мать, терпи. Я подвернула ногами, гори. Теперь поговорим про работу коленей. Конечно же, у нас есть, опять же, несколько вариантов работы. Колени у нас могут как раскрываться в сторону, то есть быть выворотной вместе со стопой, так и наоборот закрываться и быть закрытыми. И вот это как раз важный аспект. В базовом шаге, когда мы двигаемся вперед или же назад, проходя через позицию браш, свободное колено должно быть закрыто. Не завалено, не развалено, а именно закрыто. Для этого у нас есть такое упражнение. Когда мы проводим, то есть вот мы специально встаем, и проводим ногу, максимально оттягивая колено именно вперед. То есть даже вот тренер может здесь фиксировать коленную чашечку и не давать танцору заваливать ее в одну из сторон. И дальше вот я нарабатываю эту моторику. В свое время мне сильно помогло, когда один из тренеров мне рассказал про следующее. Думай о том, Мишаня, что твоя нога, двигаясь вперед, идет не ногой, а коленкой. То есть сначала коленку веди вперед, и как следствие потянется вся остальная нога. Это сильно помогло, потому что с одной стороны у меня пропало желание делать протез, и с другой стороны постоянно ходить на мягких ногах. Те люди, которые еще недавно были обычными нетанцорами, часто не понимают, как это. Вы только что сказали, что стопы должны быть выворотны, а при этом колени смотреть вперед. У обычного человека как? Куда колени, туда и стопы. И вот таким вот образом человек идет. Но у танцоров есть вот такой вот скилл. Смотрите, выворотные стопы и коленочки не двигаются вперед. Как только вы обладели этой техникой, все, себе нашивку и я танцор. Следующий лайфхак касается работы бедер. Здесь самое главное – это заполнить заклинание из четырех слов. Бедро опорной ноги назад. Почему так? Потому что вот у меня бедра. Здесь есть определенная, так сказать, длина. Если я буду выводить одну точку вперед, у меня получится что-то такое. Танцы живота. Красиво, конечно, но не хастл вообще. Если я буду крутиться вокруг центральной оси, у меня получится очень маленькое вот это расстояние и, соответственно, маленький шаг. А если я бедро опорной ноги, то есть в другую точку, уведу назад, у меня получится максимальное расстояние между коленями и, соответственно, длинный шаг. И вот именно это упражнение, а именно отведение бедра опорной ноги назад, смена веса и отведение другого бедра, другой опорной ноги, также назад. Вот это упражнение через центр обязательно. Смена идет со сбором центра. Назад. Со сбором центра. Назад. Это упражнение необходимо для выработки корректной работы бедра внутри всех базовых шагов и окончаний. А теперь самый супер важный момент. Это центр. Это вот то место, ваш центр тяжести, это вот то, откуда растет человек. То есть вот здесь сосредоточена ваша основная энергия. И, конечно же, с этим местом нам нужно работать. Если вы привыкли жить вот так, танцором вам не быть. Для того, чтобы стать танцором, вам нужно вот это все прекрасное хозяйство подобрать. Для этого мы используем упражнение «звезда». Итак, моя «звезда» встает в такую распорку с шириной «звездой». А я, как вредный человек, начинаю пытаться разломать лучики этой «звезды». А «звезда» сопротивляется. Ну, сопротивляется. Очень сильная мне даже не досталась, блин. «Звезда». Никак ее не поломать. Собственно, это упражнение помогает вам собраться в центре и вот этой точкой удержать все свои конечности. То есть соединить через центр все ваши лучики. Пятый тоже есть. Как известно, у танцоров хорошая осанка. И это один из немногих стереотипов, который как раз-таки правильный. Для того, чтобы ваша осанка была хорошей, в первую очередь нужно поставить центр, а затем грудной отдел. Для грудного отдела есть простое и очень удобное упражнение. Один человек, допустим, тренер, это буду я, потому что Мишу на грудь, меня можно трогать, а ему мою не факт. Один человек кладет руку на грудь. Этот же человек кладет вторую руку на затылок. И теперь наша звезда вот эту руку будет толкать вперед, а эту руку толкать назад. И сохранив, вот поставив эту позицию, да, поставь, надо шагать, делать шаги вперед. То есть, сохраняя вот это положение, постоянно сохраняя давление, делать шаги вперед, назад, в сторону, куда угодно. Главное, чтобы вот эта точка двигалась вперед, а эта точка двигалась назад. Тогда ваша осанка сама собой исправится. И из человека, который представляет свой знак вопроса, вы превратитесь в танцора без вопросов. Как вы понимаете, для красивой постановки корпуса недостаточно только грудной клетки. Мы уже, в принципе, затронули вопрос того, что шея должна тянуться у нас назад. Но очень часто, когда тренер говорит, растяни, пожалуйста, шею и голову назад, танцор делает что-нибудь либо такое, обнаруживая 10 лишних подбородков, либо такое, заламывая шею и заваливаясь назад головой, при этом оставаясь шеей-то, собственно, вперед. Для этого есть упражнение. Вот первое, да, это походить с давлением в затылок, именно на затылок. Второе упражнение, если, например, нет у вас второго человека, который бы мог вам помочь это прочувствовать, у вас есть свои собственные пальцы и вот эта точка под ухом. Сами ставите себе пальцы сюда и руками, не шеей, а прямо руками отводите эти точки наверх и назад. Тогда ваша голова автоматически ставит в нужное положение, и подбородок у вас лишний не появляется, и шея не заламывается, а голова ставит именно ровно. Ну и еще, конечно, простой и уже всем известный метод – это стеночка. Вы подходите к стеночке, прилепляетесь к ней всеми своими частями, и не просто стоите, а как будто у вас вот здесь есть такая планочка, да, вы пришли, я не знаю, вам 5 лет, вы пришли на аттракцион, и хотите вот до этой планочки дотянуться, тогда вас спустят на аттракцион. И вот вы туда стремитесь, вытягиваетесь, и в этом вытянутом положении вы ходите и начинаете танцевать. Ну а теперь представим ситуацию, что вы, к сожалению, не исправили все проблемы, а вместе с ними решили потанцевать наш православный танец-хастел. Тогда вы будете выглядеть вот так. Что, все проблемы вытянутся, если я? А с вами был Михаил Кудрявцев, Татьяна Дычак и три действия. Палец вверх, подписка на канал, если еще не подписывались. Обязательно нажимайте колокольчик и ваши комментарии. Мы ждем прямо под роликом. Напишите, какие моменты мы могли бы еще сюда включить, на ваш взгляд. Но почему-то мы этого не сделали. Давайте в комментариях обсудим увиденное. Что мы делаем? Мы вас любим!